Дождь 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 Петербург, а потому что это было очень здорово, искренне, пластично, эмоционально. Спасибо большое. Это, в принципе, для нас это самая важная оценка, именно вот такая реакция публики. Спасибо. Итак, техника. 9, 9, 9, 9. И оценки за выразительность 10, 10, 10, 10. Итого 76 из 80. Всех не устроила техника. Да, ну что делать? Жюри строгое и считает, что оно справедливое. Почему за технику? Ну тут, понимаете, все говорят 9. Вот не то, что один человек, а все. Тамара Николаевна, вы знаете, вот когда был ледовый проект, и мне приходилось быть в жюри, я всегда обращала внимание, когда фигуристы или тренеры говорят о скольжении. Вот у нас обычно говорят о танце. Может быть, более удачная или менее удачная хореография, но есть или нет танца. Вот как вам показалось, неужели здесь не было танца? В их программе танец присутствовал, и очень явно. Мне показалось, что некоторые детали техники партнеров не были равноценны по исполнению. И, кроме того, сама тема песни «Дождь», она давала возможность исполнителям скользить. Вот некоторые скольжения были, по-моему, ошибочные. Вот этими объясняется моя оценка 9. А так, танец настоящий был, потому что была романтика дождя. Я тоже люблю очень ходить, бегать под дождем. Чувствовалась их влюбленность, чувствовалось их стремление быть вместе. Вот этими и объясняется великолепие оценок за артистизм. Гедеминас, ваша очередь. Я сейчас попрошу продемонстрировать несколько элементов. Потому что, опять же, зрители, телезрители должны... Это балетный проект. Я сейчас попрошу сделать Максима флажок на одной руке, который... Это движение называется флажок. Повторите, пожалуйста, Максим, на одной руке, когда вы делаете переворот. Вот оттуда. Женя вам переводит это. Это называется флажок. Вот теперь он знает, что это называется флажок, Гедеминас. Называется флажок. Максим, прошу вас. Только с движением, продвижение. Давай, давай, поехали. Вот это называется флажок. Посмотрите, с какой амплитуды он сделал. А теперь, прошу, Максим. Начало, когда ты делаешь козу. Вот переворот, житом турнант, так называемый. В самом начале. Гедеминас, остановись. Нет, подождите, я должен рассказать зрителю, что может делать Максим, с какой амплитудой. Да, да, совершенно. Только не с такой амплитудой, как ты сделал в номере. Сделай, пожалуйста, эту амплитуду. Широкую, длинную. Вот это называется амплитуда. Ту, которую он должен был сделать в номере. Он сейчас закинул корпус к ноге. Понимаете? Он закинул, расслабился. Он закинул корпус туда и сказал, что это дождь. Вот это, вот это необходимо было все сделать. Потому что ты мастер высочайшего класса. И не надо скрываться за своей партнершей. А надо четко выходить на первый план, как это ты сделал в танго. Вот поэтому, Максимович, дорогой, ты будешь работать и работать и работать. Ну что же, Владимир Викторович, ваше слово последнее. Да, ну я абсолютно целиком и полностью разделяю вот критические замечания своих коллег. И у меня к Женечке никаких претензий нет. Она замечательно совершенно это все проделала. И была музыкальна, была точна по форме, была легка, была обворожительна, была удивительна совершенно. Претензии к Максиму. Ну что же, Максим, значит нужно будет работать. Что сделать, он спрашивает. Работать. Вот я потом расскажу, что нужно делать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, ребят. Не, ну возможно, конечно, Гена прав, но когда ты делаешь какой-то элемент так отдельно, спокойно, это одно. Когда ты делаешь в номере, это, ну, явно сложнее и что-то не получится, может не получится или получится не так, как хотелось бы. То есть я, в принципе, с какой-то точки зрения с ним согласен. С другой стороны, ну, что могли, то сделали. И представил я город наводнения. Спасибо.